белый дом подготовил заявление с официальными обвинениями россии в недавних кибератаках на американские учреждения однако получил указание воздержаться от его публикации сообщила ассошейтед пресс со ссылкой на информированного источника чиновники в белом доме были готовы выступить с заявлением в котором обвиняли россию в том что она является главным действующим лицом в хакерской атаки еще в пятницу днем но в последнюю минуту им было дано указание остановить публикацию говорится в сообщении действующий президент сша дональд трамп заявил субботу что сми преувеличили масштабы произошедшего кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых сми нежели в реальности я был подробно проинформирован о случившемся все под контролем написал он в своем твиттере кроме того трамп не исключил что атаку могла провести совсем не россия когда что-то происходит сми хором начинают говорить о российском следе это их приоритет так как прежде всего по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант согласно которому за всем этим стоит китай а ведь такое возможно добавил президент в своем сообщении трамп отметил аккаунты в твиттер директора национальной разведки сша джона редклиффа и госсекретаря майкла помпея руководитель внешнеполитического ведомства сша в пятницу в интервью американскому журналисту марку левину также прокомментировал сообщение об этих кибератаках по его версии к произошедшему причастна россии думаю в данном случае мы можем сказать вполне определенно что эту деятельность осуществляли россияне поделился мнением помпея текст интервью распространила пресс-служба госдепартамента по данным тасс и интерфакса ранее американские сми сообщили что хакеры связанные с иностранным правительством взломали системы принадлежащие министерству финансов сша министерству внутренней безопасности и национальному управлению телекоммуникаций и информации менторга сша согласно их данным группа хакеров поддерживаемая правительством иностранного государства получила доступ к системам ведомств и похитила данные по утверждению газеты the washington post за кибератаками стоит хакерская группа ap 29 или козе b работающая на российскую внешнюю разведку позднее стало известно что кибератака была нацелена найти компанию solar winds из остина штат техас хакеры использовали для своих целей обновления выпущенные компании в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения орион согласно сообщению на сайте solar winds клиентами компании кроме вышеперечисленных ведомств также являются подразделения вооруженных сил министерство юстиции и государственного департамента агентство национальной безопасности почтовой службы и 425 компаний из американского списка fortune 500 среди взломанных структур также были подразделения министерства обороны агентство bloomberg сообщила в ночь на воскресенье что не менее 18 тысяч клиентов solar winds получили вредоносное обновление но число тех кто был фактически взломан скорее всего будет гораздо меньше пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отверг в понедельник обвинения в причастности москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить голословно обвинять русских он напомнил что глава российского государства владимир путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности по мнению пескова это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлением попыткам кибершпионажа и так далее спасибо за внимание ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твои новости здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира